В большинстве стран мира из-за коронавируса введен режим карантина. Жительница Самары Мария Соловьева сейчас оказалась заложником ситуации. По работе она находится во Франции, обратный билет был куплен на 7 апреля. Но вылеты отменили на неопределенное время. Мария сейчас находится далеко от центров провинции. Там режим карантина не такой жесткий, как в Париже. И вот что она рассказывает. 16 марта был принят закон, ограничивающий права и свободы граждан, находящихся во Франции. Теперь для того, чтобы выйти из дома, необходимо заполнить бумагу, в которой указывается имя, фамилия, отчество, дата рождения, причина для выхода из дома. В первые дни после перехода на этот спецчрезвычайный санитарный режим жизни, в магазинах наблюдался ажиотаж. Были огромные очереди, люди скупали все, что можно. И в эти дни было принято решение об ограничении продажи некоторых категорий продуктов в одни руки. Например, я была свидетелем того, как молодому человеку на кассе не продали 4 пачки макарон, только 2. А кассир очень деликатно объяснила, что не нужно быть эгоистами, нужно думать о других и проявлять солидарность. Слово солидарность звучит из каждого утюга. Все чиновники, у которых берут интервью, и представители власти, которые объясняют новый порядок жизни, все буквально начинают и заканчивают свою речь с этих слов о том, что Франция на войне с вирусом. И теперь для того, чтобы проявить солидарность, думать о других, необходимо быть всем вместе и в едином порыве соблюдать эти новые правила. Я не могу сказать, что есть какой-то ажиотаж по поводу каких-то конкретных продуктов. В первые дни он был, но люди бы хватали все подряд, в том числе туалетную бумагу и макароны. Гречки здесь просто нет, но я думаю, что если бы она была, то и ее бы брали. Поэтому все крупы, которые были, возможно, скуплены, вся консервация, которая есть, скуплена. И еще большой популярностью пользуются все виды заморозки. Все, что долгого хранения, все, естественно, было скуплено. Но очень быстро были пополнены полки, и народ, я думаю, в течение недели поймет, что как-то вот так тоже можно жить. Города опустили. В городах курсируют жандармы, которые задают вопрос, подходя ко всем подряд на улице, и спрашивая, что вы здесь делаете и по какой причине вы здесь находитесь. С сегодняшнего дня было принято новое ужесточение, которое регулирует нахождение по причине физических упражнений, ну, спорта, бега, не больше часа и не дальше одного километра от дома. По двое ходить нельзя, в магазин ездить по одному. И, собственно, в некоторых городах численностью больше 10 тысяч населения принято правило комендантского часа. С вечера до утра никто не имеет права находиться на улице. Меры довольно жесткие. Французы им очень радуются, потому что всю прошлую неделю они об этом просили. Все-таки им кажется, что с ними надо пожестче. И правительство пошло им навстречу. Сегодня уже тестируют дроны для того, чтобы следить за людьми, находящимися на улице. И я думаю, что они в течение недели начнут их использовать.